С вами компания Электромотор. Сегодня на обзоре у нас бензиновый культиватор, часто его называют еще пропольник, Hatch 752. Значит, европейская моделька, основной конкурент и ближайший топ продаж, это у нас Forte MKB25 и Forte MKB25 Lux. По данной модельке. Декларируется здесь движок 2,2 кВт, на Forte стоит 1,8 кВт, то есть декларируется больше двигатель по мощности. Ну, конечно, в идеале бы поставить их два рядышком и сравнить. Что четко бросается в глаза, есть преимущество, гораздо лучше сделана сама ручка. Надежнее. Посмотрите, сколько здесь вот у нас идет креплений. И вот тут еще идет такая усиленная перемычка. Идут клавиши управления, то есть есть зажигание и есть акселератор газа. Специально есть вот тут колеса, для такие стояночные. Когда идет прополка, то их поднимаем, чтобы они не мешали. Они, кстати, не такие полупластмассовые, полурезиновые. Вот так вот есть, то есть, нет, пластик. Значит, смотрим еще раз. Моделька у нас Hatch 752. Ширина обработки у нас данного культиватора составляет 30 см. Стандартный для пропольника. Здесь имеем 4 фрезы. Обычный такой вот редуктор, недорогой. Значит, Hatch, бренд европейский. Производится, конечно, в Китае. Но по цене он где-то около 5000 гривен. В Фортовске сейчас около 4000 гривен. В прошлом году в Фортовске было около 3000 гривен. Процентов на 30 фортов поднялся. Hatch практически на том же уровне остался. Поэтому брать начало лучше. Все-таки брендовые есть брендовые. Значит, с фрезы обычной. Ширина у нас составляет обработки 25 см. Движок, ну, обычный движок от Мотокосы. По кубикам я так сравнить не могу. Если насыпите хотя бы 200 лайков, то поставим два пропольника рядом и сделаем сравнительный обзор. Качество литья можете оценить сами. Один из. По также фортовским есть еще и кентаврские. То есть один в один там они близнецы-братья. Культиватор, который имеет право на жизнь. В сезон, конечно, в форте разлетается. Там у нас бывает в офисе до 20 штук за день уходит. Как этот сезон, не знаю. Но вот-вот, конец мая уже начнут продаваться. Обращаю внимание, что воздушный фильтр здесь стоит внизу. Есть форталюксы. Воздухозаборник выведен вот сюда вот. Как и в мотоблоках, так и в этом культиваторе. Здесь стоит у нас внизу. Тут вот зажигание разомкнуто. Когда начнете работать, тут замкнули и у вас будет работать само зажигание на ручке. Так, моделька симпатичная. Это все четкий пластик. Здесь металл. Колеса пластик, но очень похожие на небольшое прорезиневание. Обязательно, конечно, обслуживайте воздушный фильтр. Кстати, воздушный фильтр, видите, надо иметь ключик такой специальный, чтобы развинтить. Как называется, разъем TRX, по-моему. Здесь на шпильках у нас фрезы. Смотрите, близко как выполнены у нас сами колесики, крепления, качество ручки, металла. Но тут вот так вот добротненько сделано. Ориентировочная стоимость около 5000 гривен. На сельхозтехнику можно применять промокод MOTOBLOCK2020, будет небольшой скидка по промокоду. Если, конечно, не стоит скидка на сайте, уже бывает часто, что скидка стоит. И редко, когда промокод суммируется с ссылкой. В общем, всегда используйте промокод. Если смотрели видеообзор, то применяйте, говорите менеджерам. Знание промокода всегда дает дополнительную скидку. Хоть небольшую, но дадим. Так, давайте еще посмотрим, как ручка выполнена здесь. По ощущениям, ну это все пластик. Ручка, все пластик. Здесь у нас. И здесь пластик. Могокод проговорил. Культиваторы вам показали. Насыпьте немножко лайков. То сделаем сравнительный обзор вам по данному культиватору.